Здравствуйте! Это программа «Фокусе событий». Меня зовут Анатолий Никитин. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин. Проверяйте посредством блютуза. Ну или как там теперь будут смотреть документы? Просто глядеть в экран? В России подписан указ, который позволяет россиянам показывать документы, удостоверяющие личность, в электронной форме в приложении госуслуги. То есть приравняет цифровые варианты к бумажным. Процитирую указ. Установить, что представление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, либо иных документах, выданных государственными органами, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы, единый портал государственных и муниципальных услуг, приравнивается в случаях, определенных правительством по согласованию с Федеральной службой безопасности, к предъявлению указанных документов. Но если вы считаете, что без бумажки вы букашка, а с бумажкой человек, и потому хотите классическим способом предъявления документов пользоваться, ваше право, предоставление сведений через приложение будет добровольным. Правда, когда, кому и какие сведения можно будет предоставлять в электронном виде, пока не ясно. Правительству дано три месяца на то, чтобы в этом разобраться и вместе с ФСБ определить перечень сведений из документов, которые можно будет показывать в приложении. Также за это время надо будет определить порядок использования приложения и порядок обработки этих сведений. Финансировать расходы на реализацию указа будет Минцифры. Ранее в Минцифры заявляли, что использовать документы через госуслуги можно будет в простых жизненных ситуациях. Например, при покупках в магазине, при посадке на поезд для получения госуслуг в МФЦ. Но так предполагалось, а как получится, узнаем в течение трех месяцев. Так что если вы вдруг в порыве любви к новым технологиям, свой паспорт в обложке тут же на дальнюю полку забросили, «Доставайте обратно». Поторопились. Проект предоставления документов в электронной форме через приложение госуслуги – это, по сути, альтернативный вариант проекта цифрового паспорта, который обсуждался в России еще с 2019 года. Тогда предлагалось внедрить удостоверение личности нового образца – аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память можно было бы занести другую информацию, например, ИНН, СНИЛС или номер водительских прав. All inclusive. Все включено. Были выбраны три пилотных региона для внедрения технологии. И наряду с Москвой и Подмосковьем в их число попал и Татарстан. Цифровые паспорта в этих российских субъектах должны были заработать в конце 2022 года. А выдавать их по всей стране предполагалось начиная с января 2023 по мере технической готовности, но не позже июля 2023. С учетом того, что ни у вас, ни у меня цифровых паспортов так и не оказалось, очевидно, что тот проект не заработал. Минцифры приостановило его еще в 2022 году. Источники Forbes тогда сообщали, что проект заморозили из-за дефицита чипов и больших финансовых затрат. Как писало издание, стоимость цифрового паспорта составляла бы 1000 рублей. Зато в начале текущего года Минцифры представила идею технологии цифрового паспорта на госуслугах. И как теперь видим, этот вариант сработал эффективнее. Кроме того, еще в июле упомянутое ведомство также представило проект, который приравнивает электронные водительские права к физическим, чтобы водитель при необходимости мог показать инспектору QR-код с госуслуг вместо бумажного документа. Все в телефоне, все под рукой, как говорится. Главное теперь, чтобы интернет ловил и телефон не разрядился в нужный момент. А то посадят батарею граждане и останутся без документов. Это была программа «В фокусе событий». Смотрите нас и будете в курсе того, что действительно интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова